У Home Assistant есть один сенсор, называется скребок. Он довольно не популярен, им пользуется порядка всего лишь 2% людей, которые пользуются Home Assistant в принципе. Что делает этот сенсор? С помощью этого сенсора можно получать какую-то точечную информацию с веб-сайта с помощью CSS-селекторов. CSS это каскадная разметка сайта. Кто занимается веб-сайтами, тот прекрасно знает, что такое CSS и этот инструмент с помощью CSS-селектора даст возможность получить какую-то точечную информацию. Если вы зайдете в Google и наберете CSS-селектор, то обязательно попадете вот на эту страничку, на которой описаны CSS-селекторы. На этой страничке есть еще переход на такую страничку CSS-селектор-тестер. На этом тестере видно прекрасно, какие селекторы за что отвечают. Вот, например, если мы выберем тег h1, мы получаем заголовок 1. Большие жирные буквы. И этот заголовок 1 мы с помощью скрепа можем выделить, выцепить и как-то его использовать. Это селектор класс. Вот, выбираем интро. Это селектор last name. Пожалуйста, мы можем получить с помощью него вот это вот значение. И так далее. Есть атрибуты, есть выбор сразу нескольких селекторов. Вот сейчас, например, h1,p. выбирают селекторы, все селекторы h1 и все селекторы p. Селекторов достаточно много, это довольно небольшая их часть, но мы будем с ними работать и потихонечку получать какую-то информацию. Какого вида информацию можем получать? У нас есть замечательный сайт, называется Social Blade. Он показывает, опять же, статистику страницы, любой социальной страницы. Это может быть YouTube, Twitch, Facebook, Instagram, еще чего-то. Но мы будем интересоваться YouTube. Вот мой канал, вот идентификатор канала. Можно просто его найти здесь, Bluetooth. Находим какой-нибудь канал, вот он наш канал. И мы видим, что он показывает количество подписчиков, количество просмотров. Нам эту информацию нужно. Есть даже платформа, кодсенсор, вернее, который Social Blade позволяет напрямую скачивать отсюда. Но, к сожалению, он не работает в Home Assistant и он в состоянии deprecated, он будет выводиться. Также с помощью этого инструмента можно получать состояние воздуха. Вот состояние воздуха, индекс AQI получить не проблема, а вот с этим нам значением придется побороться. Кто-то скажет, что есть готовое решение, зачем маяться? Есть готовое решение, вот готовое решение, вот состояние воздуха, текущее в моем районе. А вот то, что показывает готовое решение. 10 Chinese Air Quality Index и 28 USA Air Quality Index. Что оно показывает, где оно показывает, непонятно. Хотя все настроено на координаты, которые я указывал. Дальше. Загрязнение частицами PM2,5. Что оно показывает? Вообще непонятно, что оно показывает. А нам нужно вот именно это значение получить, обрабатывать, ну и выделять его. Этим мы займемся. Зайдем, например, на Банк, Назбанк Украины, и получим текущее значение курса доллара и евро, гривни. Здесь тоже есть маленький момент. Здесь вот это вот есть запятая, которая нам сразу вот так вот легко не отдаст это значение. Посмотрим. Точно так же можно зайти и получить, например, курс биткоина. Причем здесь есть точечка, которая будет нам мешать. Я покажу, как мы ее будем убирать, как мы ее будем обрабатывать. Вот эти вот значения, они идут под одним классом, и нам придется использовать индекс для того, чтобы выцепить эти значения. Вернемся на минутку к описанию. Что нам нужно? Ну, во-первых, платформа Scrape укажет, что это конкретно. Платформа Scrape. Ресурс, с какой странички мы будем получать информацию. Select, это CSS-селектор, который мы будем обрабатывать. Также нам понадобятся еще такие вещи, как name, имя, имя, уникальное имя вот этого сенсора. Без него, к сожалению, тоже нехорошо. Сегодня единственное, что мы не дойдем, это до того момента, когда нужно еще и делать аутентификацию на каком-то сайте, и только тогда получать информацию. Это мы трогать не будем. У нас достаточно, чем поковыряться. Скопируем самый первый пример. Копируем наш Configuration.UML. Ну, нам написало сразу, что вот это вот лишнее. Сенсор мы убираем. Платформа Scrape. Ресурс такой-то, селектор такой-то. Но для начала нам еще было бы неплохо заиметь имя, name. Имя можно брать любое, желательно уникальное. Будет имя versus. И сначала я делаю вот так. Я получу селектор только вот этой, current version. Ну что, идем на эту страничку. Вот эта страничка и вот это значение, которое нам нужно получить. При нажатии правой кнопкой вы внизу получите вот такие вот две штучки. Просмотр кода страницы и просмотреть код. Он же инспектор кода. Нажимаем. Здесь есть выбрать элемент на странице и инспектировать его. Нажимаем. Выбираем наш элемент текущая версия. И что мы видим? И мы видим внизу вот это. Это CSS Selector. Выбираем и видим наше значение. Вот это вот значение. Можем попытаться скопировать CSS Selector, если он есть. Вот copy CSS Selector, copy Selector. Но я предлагаю для начала сделать немножко все посложнее и выбрать селектор вот этот. Селектор класс current version. Мы можем его опять же скопировать полностью. Копировать селектор. И вставить в наш файл полностью. И посмотреть, что он нам выдаст. Вот это вот полный селектор к нашему значению. Все, все. Запускаем. Я заранее подобавлял все сенсоры, с которыми мы будем работать на панель для наглядности. Вот что мы получили. Текущая версия, 2020 и так далее. Мы получили вот это вот значение. Всю полностью информацию, весь полностью текст мы получили. И этот текст мы сейчас обработаем. Копируем эту часть информации. Заходим еще в один инструмент. В панель разработчика шаблоны. Здесь есть редактор шаблонов. Это замечательный инструмент, который позволяет протестировать поведение шаблона. Создаем переменную value. Переменную value это переменная, которую мы будем по умолчанию получать в сенсоре. В нашем сенсоре scrape. Присваиваем этой переменной вот это вот значение наше длиннющее. И если мы будем выводить ее просто в value, мы получим опять же вот это вот наше значение. Нам нужно расколоть эти все значения. У нас есть делитель, пробел. И мы можем с помощью этого делителя разобрать вот эту вот строку на значение. Для того, чтобы разобрать с помощью какого-то делителя, используем split. Указываем пробел. Вот наш пробел, делитель, split. И видим, что у нас оказывается массив значений. Нулевое значение, первое значение, второе значение, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое, восьмое. Нам нужно нулевое, первое, второе. И указываем, какое значение мы будем выводить. Выбираем нашу двоечку и получаем вот это вот значение. Отлично. И теперь мы в нашу конфигурацию нашего сенсора добавляем value template. Шаблон значений. И в этом шаблоне значений указываем вот этот вот шаблон и смотрим на результат после перезагрузки. И теперь после перезагрузки вы видите, что значение уже нормализовалось и показывает то, что нам нужно. Это очень простой вариант. Мы его использовать, оно нам и не нужно, но в качестве учебной цели, для того, чтобы из массива выбрать какое-то значение, очень даже хорошо подходит. Вернемся к нашим подписчикам. Subscribers. У нас есть наша страничка, которую мы скопируем в ресурсы. Вот наш ресурс. Селектор. Селектор здесь будет не класс. Селектор здесь будет ID. Вот этот селектор. YouTube. StatsHeaderSubs. Селекторы ID у нас идут через стрелы, вернее через решеточку. Поэтому мы указываем здесь пункт и решетку. Обязательно решетку, иначе ничего не будет. Value template. Давайте значение по умолчанию, но нам здесь вообще value template не нужен. Мы вообще удаляем. Но есть один маленький негативный момент у SocialBlade. Непосредственно. Они не очень хотят отдавать все это дело ботам. А мы сейчас заходим как бот. Поэтому мы делаем обманку. Headers. Указывая заголовок запроса, мы показываем сайту SocialBlade, что как будто это пришло какое-то чудо. Пришел человек и нажал на кнопочку. И посмотрел эти значения. Копируем. Только поменяем имя и поменяем селектор. Селектор у нас будет вот этот. YouTube StatsHeadersViews. Вот он. Вот этот селектор. Тоже ID. Значит тоже решетка. Сохраняемся и перезагружаемся. Ну вы видите, что все подтянулось. И информация соответствует действительности. Вот она 672717. Но момент в том, что если сейчас нажать на вот это вот значение, мы получим точно такую же полоску цветную. Не более чем. Цветная полоска нам не нужна. Нам нужно составлять график. А вот для того, чтобы у нас составлялся график, нам нужно добавить Unit of Measurement. Это то, в чем будет измеряться наши показания. Ну в данном случае сабсики будут у нас. И здесь у нас будет. Сразу же еще добавим одну штуку. Называется ScanInterval. И укажем, что сканировать нам все это дело нужно не реже, чем раз в час. На SocialBlight эти значения обновляются раз в сутки. Ну вернее чуть-чуть чаще. Но нам не нужно дергать ее там каждую минуту, как дергает платформа Scrape. После перезагрузки мы увидим здесь результат. Опять же, идем дальше, копируем. Теперь это у нас будет, что у нас будет? У нас будет качество воздуха. Качество воздуха мы будем, назовем его Air Quality. Качество воздуха мы будем получать с этого сайта. Я уже выбрал регион, в котором мне нужно смотреть это значение. Сразу же добавляю его в ресурсы. Инспектор кода показал, что вот это значение. Акьюарий волю-волю. Вот нам его и надо. Копируем. Так как это класс, то у нас идет он через точку. Вот сюда. Сначала ставим точку. Мы можем указать только вот это. Вот этот вот селектор ID. Точно так же мы можем клацнуть правой кнопкой на нашем значении. Копировать, копировать селектор. И мы скопируем весь селектор. Вернее, весь каскад селекторов, которые находятся внизу. Но нам не нужно весь каскад. Здесь это уникальное значение. Нам достаточно будет скопировать его. Хидер нам не нужно. Здесь хидеры. Все прекрасно отдается и так. В чем будем измерять? Будем измерять в АКьюАях с маленькой буквы. С этой же платформы мы будем получать значение PM. Та же платформа, тот же ресурс. Вот только значение у нас будет другое. С этим значение будет сложности. Где оно у нас? Вот оно у нас спрятано. Выбираем его. А вот в этом случае мы не можем увидеть. У нас нет селектора конкретно на вот это вот значение. Вернее, он там есть. Но я его сейчас доставать не буду. Я поступлю сложнее. На предыдущий каскад, предыдущий селектор в каскаде. Копировать, копировать селектор. И вставляем сюда длиннющий селектор полный. Весь. Вот весь наш селектор. Скан интервал мы тоже убираем. Будет измеряться все это в миллиграммах на метр кубический. Проверяем. Перезагружаемся. И после загрузки мы видим. Ну, во-первых, подтянулся индикатор мой, который показывает, что 17 это хорошо. Нажимаем. Видим наш график. Потому что мы уже сразу указали, в чем мы будем измерять все это дело. Если не укажем, то получим вот это вот. Так, нажимаем здесь. Замечательно. И здесь мы видим, что у нас мало того, что показывается, в чем будет измеряться, так еще показывается полное значение сайта. А нам надо его отселектировать. Нам нужно отсечь вот эту вот часть и выбросить ее. Для этого, опять же, пользуемся шаблоном. Разбивать мы это значение будем, опять же, с помощью пробела. Там только один пробел. Нолик. Это означает, что первое значение в массиве. Но вот с чистым воздухом у нас беда. Оказывается, на улице сейчас настолько чистый воздух, что аж просто интересно. 19.15. Ну, что-то не так. Почему-то показывает 0. А что у нас на самом деле? А у нас на самом деле 6. И вот здесь уже есть маленький подводный камень, который мы не можем никак увидеть, кроме как залезть аж сюда в код и посмотреть, что перед шестерочкой у нас есть пробельчик. И после шестерочки у нас есть пробельчик. То есть, если в качестве разделителя мы выбираем пробел, то шестерка будет не нулевым значением, а первым. Меняем на единичку и сразу же перезагружаемся. Вот результат. После перезапуска мы получаем 6 миллиграмм на метр кубический. Проверяемся. 6 миллиграмм на метр кубический. Отлично. Ну, нужно понимать, что есть подводные камни. И иногда легко и просто не получится. Все. Воздух нам не нужен. Эту интеграцию можно удалять в мусор. Она не нужна. Она некорректно все отображает. Идем дальше. Следующий пример. Курс валют. Включаем наш инспектор кода. Выбираем валюту, которая нам интересна. Доллар США. И получаем вот это. Копируем. Копируем селектор. Все. Селектор у нас скопирован. Так как это доллар, так и назовем. USD будет измеряться опять же в UAH. Это гривны у нас. Курс гривни. Валютем плейт мы пока удалим. Нам не надо. Подставляем наш селектор. И подставляем страничку, с которой мы будем получить. Ага. Здесь у нас проблема в том, что это за 23 ноль. Ноль четвертое. Что это генерируется за сегодня. Но здесь нам придется выделить вот только часть URL. Потому что вот эта вот часть URL. Это временная. Это переменная, которая подгружается. И которая показывает за конкретный день. А нам надо за текущий день. Вот если мы вот это вот обрежем и запущим. То у нас все равно будет перебрасывать на текущий день. За что я люблю Visual Studio. Потому что оно показывает сразу все ошибки. Не нужно морочить голову. И искать где какие ошибки. Та же платформа. Тот же ресурс. Селектор. Ну да. Если вы посмотрите. Здесь селектор табличный. И здесь показывает какой элемент в таблице. Та это у нас строки. И какой элемент у нас TD. Это столбцы. Итого смотрим на нашу данное. Которое у нас здесь. Это у нас строка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Седьмая строка. Столбец. Раз, два, три, четыре, пять. Пятый столбец. Точно так же мы можем указать восьмая строка. Пятый столбец. И получим курс евро. Итак. После перезагрузки мы получили курсы евро и доллара. Но. 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 Если мы посмотрим вот сюда. Мы увидим, что курс евро у нас 33. Но никак не 33,6512. Эта запятая нам дико мешает. Она не даст. Она обрезает. Она не даст нам показать все полностью число. И нам ее нужно заменить. Для того, чтобы вывести полностью вот это число. Замена происходит все тем же старым приемом. И в этом темплейте мы используем фильтр. Который называется replace. В котором можно заменить один символ на другой. Мы будем менять символ запятая на символ точку. И здесь точно так же. Символ запятая на символ точка. Для того, чтобы получить еще и значение. То, которое будет после запятой. Так. Мы указали, что мы будем заменять. Итак. После перезапуска. Смотрим. Чего опять запятая. Непонятно. Нажимаем. И смотрим на последнее значение. И последнее значение. Если вы присмотритесь. Там 27.8558. А здесь 27.8558. Почему так? Я не знаю. Это, пожалуйста, к разработчикам Home Assistant. Но самое главное. Что мы выводим правильный график. И через какое-то время. Через пару часов. Этот график будет в принципе нормальным. А не показывать там, например, 27. Как было вот здесь. Вот. Уже хорошо. То же самое и с евро. Та же самая ситуация. Мы позаменили запятую на точечку. Курс биткоина. Курс биткоина мы возьмем на этом сайте. Ruinvesting.com Копируем нашу ссылочку. Откуда мы будем получать информацию. Ресурсы. И выбираем то, что нам нужно. Наш селектор. Вот он наш селектор. С этим селектором вопросов. Наверное. Не будет. Потому что вот он. Arial 26. Здесь есть тоже небольшая сложность. Почему? Если непосредственно со значением курса биткоина. У нас проблем особо и не будет. У нас единственная проблема. Что нам надо будет заменить. Вот эту вот точку. Вернее убрать ее. Просто вообще снести. И у нас есть класс. Arial 26. И мы этот класс сейчас выбираем в качестве селектора. Опять же решетка Arial 26. Можно было конечно просто скопировать. В чем измеряется в USD. Да. И сразу же мы меняем точку на ничего. Для того, чтобы получить нормальное значение. А вот уже дальше. Нас ждет маленький, но неприятный сюрприз. Если мы нажмем сюда и сюда. То мы видим, что у нас одинаковые классы. У нас есть класс Arial 20. Для значения цифрового и процентного значения. Вернемся к нашему примеру. И у нас есть вот такая вот штука. Индекс. С помощью индекса мы определяем, какой по очереди элемент мы будем использовать в качестве селектора. В этом CSS у нас есть аж целых два элемента. Их может быть гораздо больше. Это могут быть даже не класс. Равно. Это может быть div. Это может быть p. Это может быть h3. Еще чего-то. Куча элементов. С помощью индекса мы можем из кучи повторяющихся CSS элементов, CSS selector, выбрать, какой нам нужен. Самый первый, естественно, будет нулевым. Потом будет единичка. И пошло так дальше. У нас всего лишь два элемента. Arial подчеркивание 20. Ну, во-первых, мы меняем Arial подчеркивание 20. Первому мы присваиваем индекс 0. А второму мы присваиваем индекс 1. А вот здесь есть символ процента. И от символа процент мы его можем использовать как разделитель. И нулевое значение, так как оно перед ним, это, вернее, первое значение, будет 0. Ну, и здесь была еще одна ошибка. Видите, решеточку, которую я забыл. У нас классы. Если класс, то ставится точка, а не решетка. Исправляем точку. Значение, на которое выросло текущее, у нас отображается не совсем правильно. Вот есть лишняя точка, которая нам не нужна. Мы ее сейчас будем убирать. Точно так же есть проблема с процентами. Здесь мы видим значение 1. Это значит, что у нас стоит запятая. И после запятой все отсекается. Поэтому мы идем куда? Идем вот сюда опять. Здесь запятую меняем не на что. Просто убираем запятую. А здесь мы включаем фильтр Replace. Точно так же меняем запятую на точку. После перезагрузки у нас проценты отображаются нормально. 2.11 и процентное значение. И значение, на которое меняется курс биткоина, тоже, вы видите, нормализовался. Тоже нормально все отображается без каких-то точек и без запятой. Оказывается, нужно все-таки иногда смотреть на ошибки. Ну и у Social Blade вы видите, что в 10 часов утра, в 8.48 обновились значения. Это стоит через час. И больше они за целый день до вечера не обновлялись. Это просмотры. А подписчики, я вижу, вот изменение было какое-то. Где оно? В 16.20, в 8.48. Ну, короче, раз в 8 часов меняется количество подписчиков, меряется количество подписчиков. То есть, можно смело устанавливать интервал в 4 часа. Скан интервал в 4 часа. И маленький нюанс, на который тоже нужно обязательно посмотреть. Вот эта вот часть графика, это скан интервал на 10 датчиков, сенсоров такого типа, скрейпы. Не были вообще установлены. Они сканируют там, каждую минуту дергали сайты. Нет необходимости это делать. Нужно выставлять все-таки там скан интервал. Я выставил 10 минут и понимаю, что надо выставить 20 минут. Ну, и побавить количество датчиков. Вот это вот уже после того, как выставили скан интервал 10 минут. Надеюсь, этот урок был вам полезен. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok